Субтитры делал DimaTorzok Видели так называемый бэкстейдж с фотосессии, а тем временем 1-0 уже на второй минуте КПРФ усилиями Арсера Багирова выходит вперед. В роли столба на данном отрезке игры Абрамович. Впереди центральный нападающий, доставка, удар и 2-0. Дальнюю штангу замыкает Сергей Крикун после передачи Дениса Буркова. Сезоном ранее у Арсера Багирова, но вот вернулся и постепенно набирает форму и забивает второй Арсер Багиров. Единоборство удалось выиграть, там поучаствовал и Денис Бурков. Одержал победу этот коллектив со счетом 7-1 и 2 мяча за авторством Ниязова. Это момент из штанга после удара Сергея Орлова. Где Сиптранзит неплохо смотрелся против Нижегородского торпеда и торпедовцам забивал Дмитрий Хусаинов. Почувствовал он дискомфорт в колене Дмитрий Хусаинов и было принято непростое решение, что он пропустит эти матчи. А Матеус Майя забивает свой первый мяч в майке КПРФ, если мы берем официальные матчи. Со своими бразильскими подданными удар Максима Панова. Быстрый очень его вот сориентировался. Салахов, голевая передача и баталья делает счет 5-0. Багиров. Длинная передача, Абрамович середину и 6-0. Владислав Акулков реализует голевой эпизод после изумительной и своевременной передачи Абрамовича. Агаджанов, Агаджанов с мячом. Абрамович, ворота пустые и 7-0. Сергей Абрамович. Разгром Сибтранзита в первом тайме. Мечтал я в детстве, хотя никогда не болел за сборную Германии. Скорее за ее соперников. Это удар в створ от Альберта Агаджанова. И гол Янара Асадова. Второй уже в этом чемпионате России. 8-0. Янар Асадов. Дятлов. Ах, как же хотелось бы увидеть сегодня известного корреспондента. Попозже об этом. Сергей Грекун. Третий мяч в чемпионате России. И второй сегодня. Удар. Плотные добивания. Наконец пошли удары в створ. Вороты. Моменты. У Сибтранзита. Про потери, про уход Артема Ниязова. Все это понятно. Матеус Майя. И вторая желтая карточка. Она же затем превратится в красную. Да. Вторая желтая. Мухаммаджону Умарову. И Сибтранзит остается в меньшинстве. Мы видели, что в первом матче возникли существенные проблемы с нейтрализацией системы. 5 на 4 соперника. И здесь прошли считанные секунды. А Дмитрий Лысков уже реализует. Который на моих глазах в одном из сезонов. Здесь момент. И Баскаков. Данил Баскаков. Первый мяч в Суперлиге для молодого паренька из КПРФ. Просит не вводить в заблуждение и не рассказывать про портовые похождения Альберта Гацанова. А счет становится 1-11. И это Лейфельд Виктор. Достаточно. Здорово. Два в два. Хитрая передача. И 2-11. Размочили еще раз Сибтранзит. Отличная комбинация. Игорь Зайков принимает поздравления партнеров. В крупных поражениях. И не только акцентировать внимание на отрицательных моментах. Они и так понятны. Браво. 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 Петр Панасенко. Игры против Норильского Никеля с участием КПРФ перенесены на более поздний срок. И еще один мяч. Так. До финальной сирены или после. Финальной сирены. Жест. Идет проверка. И. Мяч не засчитан. А жаль. А жаль. Для Сибтранзита. Впереди наша послематчевая студия. А КПРФ мы поздравляем с двумя победами подряд. Игры против Норильского Николаевского 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 Ник